В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. На маршрут 12.24 один из наиболее загруженных в округе вышли автобусы большой вместимости. До 4 единиц будет увеличено до Нового года, а в идеале чтобы 6 единиц на маршруте. У кинотеатра «Искра» состоялся галоконцерт, где чествовали лауреатов первого фестиваля визуальных и сценических искусств «Лови волну». Очень хорошая организация, и не было соперников. Все были настолько разные и самодостаточные. В день рождения героини нашего благотворительного марафона Кате Печенкиной подарили красивый образ. Я почувствовала себя просто королевой. В конце ноября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил плотно заняться транспортной проблемой в жилом комплексе «Государь в дом». Сейчас от улицы Сухановская до метро «Бульвар» Дмитрия Донского по маршруту 12.24 курсируют автобусы малого класса, которых явно не хватает. Что уже сделано и что предстоит сделать, узнал Максим Козлов. В 7.30 утра в жилом комплексе «Государь в дом» традиционные очереди на остановках. Более трех тысяч человек каждое утро уезжают отсюда до метро по маршруту 12.24. Над транспортной проблемой работали и в администрации округа, и в правительстве области. Сейчас здесь курсирует 22 транспортных средства. Маршрутки ездят часто. Вот сейчас благодаря тому, что пустили автобусы, стала намного легче ситуация. Но все равно, вот вы сами видите, очередь как бы стоит. Хотелось бы, чтобы было побольше этих автобусов больших. Действительно, теперь на маршруте начали работать два больших автобуса, вместительностью 60 пассажиров каждый. Раньше их движение было невозможным из-за отсутствия отстойно-разворотной площадки. Проблему поручил решить губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В настоящий момент пустить туда автобусы большого класса никак не представляется возможным. Это тема ОРП, нет возможности развернуться. Что такое разворотная площадка? Это три дня делов. Ну, неделя пускай. Я туда постараюсь выехать на этой неделе, и мы с коллегами в максимально короткие сроки решим эту задачу. Постараемся это сделать до Нового года. Тот случай, когда сказано сделано, из бюджета Московской области были выделены средства, и буквально за 10 дней возвели необходимую площадку, которая позволила запустить на маршрут большие автобусы. По поручению Андрея Юрьевича Воробьева и Алексея Петровича Спасского был реализован вот этот разворотный круг, площадка, на котором теперь смогут большого класса автобусы разворачиваться. Помимо теперь 379-го, который идет до станции Бутова, у нас теперь есть два автобуса, которые идут и до метро. Проверить эффект от начала работы на маршруте больших автобусов приехали первый заместитель, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова и глава Ленинского округа Алексей Спасский. По итогам мониторинга принято решение количество больших автобусов на маршруте 12-24 увеличить. Благо теперь это можно сделать без проблем. Мы видим погоду, конечно, сегодня для вот такого показательного эксперимента, ну, самой экстремальной погодной ситуации, поэтому как бы весь ворох проблем действительно можно посмотреть. Есть необходимость увеличения количества автобусов, большей вместимости, о чем предварительно договорились с перевозчиком, что, наверное, до 4 единиц будет увеличено до Нового года, а в идеале, чтобы 6 единиц на маршруте. Еще одна проблема – затрудненный выезд из микрорайона. Особенно остро она стоит во время непогоды, и в этом направлении сейчас идет работа. Очень скоро автолюбители получат дополнительный выезд из ЖК. Здесь дорожную ситуацию поможет разрешить дорога, которую мы планируем к строительству, так называемая Юла, Южно-Лыдкаринская хорда. Сроки ее завершения – это 2024 год. Мы уже сейчас находимся в экспертизе, проектирование закончено. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В историко-культурном центре прошла встреча предпринимателей с представителями администрации Ленинского округа, а также сотрудниками Госадомтехнадзора. Основная тема совещания – новогоднее оформление и содержание торговых точек в зимний период. На совещании присутствовали предприниматели, представители Управления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа, сотрудники Госадомтехнадзора и территориальных отделов. Остановочное совещание по переходу к зимнему периоду – это комплекс проблем, связанных, во-первых, с антиковидными мерами, во-вторых, с предстоящей уборкой снега зиму. Обещают нам снежное, так скажем, плюс новогоднее оформление, поскольку все-таки предприниматели округа и, так скажем, торговый объект создают основное новогоднее настроение в связи с тем, что они у нас превалируют и преобладают в нашем округе. В преддверии новогодних праздников в муниципалитете проходит конкурс «Лучшее оформление предприятий и торговых точек». Все желающие могут принять участие до 31 декабря. Подробную информацию можно найти на официальном сайте администрации округа. Также на совещании особое внимание было уделено содержанию объектов торговли в зимний период. По этому вопросу выступил начальник территориального отдела номер 25 Госадомтехнадзора Московской области Игорь Винокуров. «Если магазин большой, то на всю ширину территории магазина, я буду думать так, и вокруг его в течение 5 метров, это ваша территория, которая должна быть очищена от наледей снега». Традиционно в декабре проходит благотворительная акция «Исполни детскую мечту», в которой активно принимают участие предприниматели муниципалитета. «В этом году, скорее всего, это будет все проходить как-то дистанционно. Скорее всего, мы к детям, которые написали письма к Деду Морозу, будем приезжать на дом, у нас не получится, не будет возможности собрать их и вручить подарки. А к вам, как предпринимателям, нам выделили, я вам скажу, не такое большое количество, потому что желающих помочь детям очень много, нам выделили небольшое количество конвертов. Это письма детей со сложной судьбой, которые они собственноручно написали Деду Морозу, что они хотят получить на Новый год». По завершению мероприятия участники встречи получили конверты с письмами Деду Морозу, чтобы в дальнейшем приобрести необходимые подарки для детей из малообеспеченных семей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Коршелева, Видное ТВ. У кинотеатра «Искры» прошел галоконцерт, где чествовали лауреатов первого фестиваля визуальных и сценических искусств «Лови волну». Всего его участниками стали более тысячи талантливых людей. Восемь разножанровых конкурсов, сотни творческих представлений и номеров в «Видном» прошел первый фестиваль визуальных и сценических искусств «Лови волну», апофеозом которого стал галоконцерт у кинотеатра «Искра». Здесь наградили самых ярких и талантливых. Счастье, музыке, радости, творчество. И сегодня мы предлагаем всем окунуться в море этой нескончаемой радости. За несколько недель прошли фестивали по разным видам искусства. Хореография, вокал, театральное мастерство, литературное творчество. Участниками стали более тысячи человек. Этот фестиваль родился с такой целью, чтобы охватить всех талантливых людей нашего городского округа. Потому что у нас их очень-очень-очень много. И хотелось бы увидеть все таланты на наших сценах нашего округа. Ну, кажется, получилось. В семью Денисенко сегодня ушли сразу два кубка. Семилетнюю Стефанию наградили как самого юного фотографа. Пока малышка приболела, ее трофей забрала мама Дарья Денисенко, которая сама получила приз за выразительность и артистичность в оригинальном жанре. Профессиональная актриса и режиссер высоко оценила уровень фестиваля. Очень хорошая организация. И не было соперников. Все были настолько разные и самодостаточные, что это было очень живо, динамично и насыщенно. И я получила огромное удовольствие и в зале находясь, и находясь на сцене. Абедновчанка Кристина Веневцева из литературной студии «Акцент» стала одной из победительниц в номинации «Яркая творческая индивидуальность». Девушка уже много лет талантливо пишет верлибром, или, проще говоря, свободным стихом, без всяких правил. Я очень рада участвовать в этом фестивале и потрясающие выступления. Я желаю фестивалю процветания, и чтобы в следующем году было еще круче и зажигательнее. На галоконцерте зрители порадовали яркие творческие коллективы и исполнители. Поэт-песник Александр Шаганов исполнил свои знаменитые хиты «Комбат», «Тучи», «Там за туманами». А духовой оркестр «Привет, брасбэнд» никого не оставил равнодушным. Проводить фестиваль «Лови волну» планируется ежегодно. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 7 декабря отмечается День памяти святой Екатерины. 13 лет назад в этот день на свет появилась девочка, которую назвали Екатериной. В честь великомученицы Александрийской. Совсем недавно об этой девочке узнал весь наш город. Благодаря отзывчивым людям на реабилитацию Катюши, которая перенесла операцию на открытом сердце, были собраны деньги. Ну а в день ее рождения салон красоты «Марафет» пригласил девочку в гости и сделал ей приятный подарок. А всех, кто поздравил Катю, наш следующий сюжет. Позже наша героиня признается, она впервые в жизни побывала в салоне красоты. Сердечко билось от приятного волнения. Такой подарок в день рождения очень приятен. И вот образ готов. Но на этом сюрпризы только начались. Катенька, солнышко ты наше. Мы пришли поздравить тебя с днем рождения. И вот этот медвежонок, он символичный. Чтобы у тебя жизнь была вот такая ягодно-сладкая, чтобы сердечко у тебя было с любовью, и чтобы рядом с тобой всегда были люди с добрыми, щедрыми и с любовью сердцами. О том, что у Кати много друзей, она узнала в день благотворительного марафона, когда десятки отзывчивых людей начали перечислять на карту ее мамы деньги, так необходимые для реабилитации Кати после серьезной многочасовой операции на открытом сердце. Даже спустя неделю после марафона средства продолжают поступать. Вот это сейчас сумма на карте, плюс завод 30 тысяч нам передал. Они приезжали к нам, и Кате вручили конверт. Коксогазовый. Три дня работала благотворительная ярмарка в торговом центре Ларец. Местные рукодельницы представили самые разнообразные поделки, бижутерию, вязаные изделия, картины, которые видновчане с удовольствием покупали, тем самым помогая Катюше. За три дня, то есть вторник, суббота и воскресенье, получилось 10 502 рубля. Я безумно всем благодарна. Столько внимания, столько доброты, столько щедрости, столько таких вот теплых эмоций. Люди открыли свои души, свои сердца. В день рождения с подарками прямо в салон красоты «Марафет» Кате пришли добрые женщины из торгово-промышленной и общественной палат, общества инвалидов и сообщества «Про-бизнес». Хозяйка салона красоты Светлана Федотова тоже поздравила именинницу. От салона «Марафет» мы тебя поздравляем с днем рождения, желаем тебе самое главное здоровья, ну и быть счастлива, расти, не теряя свое детство, немножко тебе продуктов красоты, поскольку все-таки салон красоты. Надеюсь, тебе понравилась прическа, мы хотели бы создать очень приятное настроение. День рождения. День рождения. День рождения. Я почувствовала себя просто королевой. Спасибо большое всем за такую доброту, щедрость, отсылчивость. Я вообще такого не ожидала. Телеканал «Видное ТВ» поздравляет Катю с днем рождения и желает ей здоровья, радости и исполнения самых заветных желаний. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ». В преддверии новогодних праздников героями проекта историко-культурного центра «Стихи живут повсюду» стали Деды Морозы. Главные новогодние волшебники прочитали произведения поэтессы Елизаветы Тараховской. Одна из традиций новогодних праздников – дети читают стихи Дедушке Морозу, чтобы получить заветный подарок. Но в творческом проекте Натальи Замариной наоборот. В качестве чтецов выступили главные новогодние персонажи. Он к бровям моим прирос, он залез мне в валенки. Говорят, он Дед Мороз, а шалит, как маленький. Он испортил кран с водой в нашем умывальнике. Говорят, он с бородой, а шалит, как маленький. Он рисует на стекле пальмы, звезды, яльки. Говорят, ему сто лет, а шалит, как маленький. Запись очередного сюжета в рамках проекта «Стихи живут повсюду» проходила во время подготовки парада Дедов Морозов. Сергей Сидоренко – постоянный участник праздничного шествия. Однажды было, что мальчик хотел собачку. Я вроде бы в образе Деда Мороза, но смог подойти к родителям, уговорить их. И они купили ему собачку как раз на Новый год. И он это воспринял, как будто он загадал желание Деда Морозу, и оно вдруг исполнилось. А вот Дмитрий Власенко на таком мероприятии впервые. Но признается, быть добрым волшебником ему очень нравится. Совсем маленькие обычно пугаются, постарше радуются, рассказывают стихи, вводят хороводы, радуются подаркам. Новый год – это чудесное время, когда самые невероятные мечты сбываются. Сотрудникам историко-культурного центра удалось сказку сделать реальностью. Ведь столько волшебников в их учреждении никогда не было. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зиму и летом стройная, зеленая была. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Витнет-ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»